...который, к сожалению, сегодня не смог прийти с нового предприятия, потому что у него служба, он несет праздник, решение Господне, и он обменяет гепархию. Но он просил меня передать большое поздравление сотрудникам, ветеранам и вообще всем жителям города, потому что это праздник всего города. И от лица епархии он желает, чтобы дальше работать, желает, чтобы Господь вам дал больше, еще больше сил на то, чтобы вы делали то нужное дело, которое вы делаете. И от епархии мы фонд музея дарим. Это пособ первого отбеления. История города и то, что город, кафедральный центр, духовный центр епархии, не только одного города, даже епархии нескольких районов. И первого архиерея, Владыка сказал, мы передадим еще вам облачение архиерейское. И еще, мы много выставок проводили, у нас была выставка, посвященная бабушкин сундук, посвященная народному выку. И костюмы там были, и две книжки по народному русскому костюму. Здорово, спасибо. И первое отбеление, первое отбеление, первое отбеление, сделали выставку в пятилетию нашей Астинецкой и Далекорской епархии. Надеюсь, сестра Мария продолжает. Надеюсь, что у нас Далекорная и Далекорная дальше работает. Спасибо. И в виде от нашей традиционной религии православной. Тем не менее, нужно не забывать, что он представитель московской интеллигенции. Он архитектор, он художник. Благодаря ему в этом городе побывало много очень известных в России людей. В частности, главный специалист по русскому народному костюму Глебушкин, он проводил здесь мастер-класс и поддержал, конечно, традиции музея. Вот эти книги по русскому костюму однозначно всегда вам пригодятся, потому что коллекция у вас, пусть и новоделов, но, может быть, с дополнением каких-то группиц, где-то увеличилось. Спасибо большое. Очень желаю вам. Спасибо.